Привет, с вами Андрю Крэмер для сайта CreativeGov.net И в этом уроке... Подождите секунду, я что, забыл включить музыку? Так, лучше. В этом уроке мы будем создавать лучевидное отражение света с помощью программы After Effects. Нам понадобятся инструменты, имеющиеся в версии After Effects 7, а также инструменты After Effects 6.5. Как вы, возможно, знаете, в исходном формате After Effects нет функции создания лучевидных отражений, то есть никакие поверхности не обладают способностью отражения окружающего мира. Тем не менее, пользуясь методом, которым придуманным мною, мы можем изобразить некое подобие лучевидного отражения, примерно так, как вы можете видеть здесь. Этот метод может также использоваться при создании поверхности, отражающей видео, или текст, или любой другой логотип. Как бы то ни было, давайте начнем урок. Вот это примерно то, что мы будем создавать. Начнем. Создаем новую композицию. Выставляем ее в формат IntiC.dv. И в строке выбора вида пикселей выставляем Search Pixels. Этот вид будет лучше выглядеть на экране. Следующим этапом будет создание текста. Выбираем инструмент Text Tool. Щелкаем по любому участку композиции. И набираем слово Reflection. Если вы заметили, я подключил слой Transparency, чтобы вы могли видеть, что мы делаем. Далее мы применяем этот набранный текст композиции. Мы это делаем потому, что так будет удобнее с этим текстом работать. Выбираем этот слой. Затем Layer, Precompose, Move L Attributes into the New Composition. Набираем эту композицию. Текст. Нажимаем ОК. Далее нам предстоит сделать площадку для 3D-пространства. Для этого создаем новую основу. В этом конкретном случае основа должна быть большой, поэтому мы делаем ее не такого же размера, как и композиция, а 2200 на 2200. Мы делаем основу настолько большой, чтобы площадка покрывала все участки, которые сможет зафиксировать камера. Затем переключаем эти два слоя в формат 3D. Текст будет находиться над задним фоном, поэтому поместим слой текста сверху. Переименуем слой заднего фона в флор, площадка. Так как по сути, этот слой и является площадкой. И теперь переключим эти два слоя в формат 3D. Нажимаем F4 для того, чтобы переключить от одной функции другой. И нажимаем на переключатель в 3D. Теперь оба эти слоя переведены в 3D формат. Мы получили вот такое 3D изображение. Теперь выбираем слой F4, берем инструмент Rotation Tool и поворачиваем слой заднего фона. Если при этом мы будем удерживать клавишу Shift, то слой зафиксируется в этом положении. Вы можете видеть, что слой как бы исчезает из вида, но при этом полностью попадает в видеоскатель камеры. Возвращаемся в меню выбора инструментов и создаем еще один слой. Этот слой не будет 3D форматным, просто делаем его такого же размера, что и слой композиции. И нажимаем ОК. Далее перемещаем этот слой под слой заднего фона. И называем его BG, сокращенное Background. Теперь выбираем этот слой BG и применяем эффект Generate Ramp. Функция Ramp в общем и целом отвечает за плавность перехода цветов от одного к другому. Изменим цвет изображения на темно-синий и светло-голубой. Примерно вот так. Давайте пойдем дальше и передвинем нижнюю точку в функции Ramp. Для этого выбираем меню Ramp. Поднимаем вот здесь чуть-чуть вверх, а вот эту нижнюю точку перемещаем вот сюда. Смотрится неплохо. Затем нам нужно создать 3D камеру, которую мы будем использовать для того, чтобы создать эффект парения над текстом. Выбираем Layer, New Camera. И нажимаем ОК, не меняя установок. Теперь выбираем инструмент Orbit Tool. Удерживая клавишу Shift и щелкаем. Таким образом мы получили возможность передвигать слой изображения. Опускаем его до тех пор, пока верх этого движущего слоя не будет находиться над верхом слоя Floor. Далее нам необходимо создать освещение. До этого выбираем Layer, New Light. И в графе тип освещения выставляем показатель Point Light, точечный свет. Что касается интенсивности, мы можем выставить ее на 200%, и этого будет вполне достаточно. Нажимаем ОК и смотрим, что получилось. Как мы видим, освещение находится низковато, поэтому мы выбираем вот эту зеленую стрелку и с ее помощью поднимаем освещение по оси Y чуть повыше. Примерно так. Далее нам нужно отодвинуть все это назад, за отражающий слой. Для этого щелкаем по оси Z и тянем ее влево, или назад. Или же вы можете переключить в режим Top View и просто немного отодвинуть слой назад. Но я все же предпочитаю делать это непосредственно в окне с изображением, чтобы иметь возможность видеть, как именно все будет выглядеть в итоге. Остановимся примерно вот на этом. Смотрится хорошо. Теперь нам предстоит создать новое освещение, Embined Light. Для этого выбираем New Light, Embined, и выставляем интенсивность всего на 30%. Мы создаем общее освещение для того, чтобы придать всей композиции в целом эффект всесторонней освещенности. Так как если мы увеличим интенсивность точного света, то это как бы погасит все изображение. Если же мы совсем немного увеличим уровень интенсивности общего света, то оно заполнит в собой все участки изображения, как если бы включили такое освещение в реальной жизни. Назовем этот слой освещения Fill. А вот этот Point. Следующей нашей задачей является создание большей отражающей поверхности на полученной нами площадке. Или на нижнем слое. Выбираем слой Fleur и подключаем его опции. Нас интересует Material Option. Тут много чего есть. К примеру, Cast Shadows, Light Transmission и так далее. Но нас с вами интересуют только опции Diffuse, Specular, Shininess и Metal. Это те установки, которых будет вполне достаточно, чтобы понять, достаточно ли глянцевым получалось изображение, и как оно смотрится в общем и целом при созданном освещении. В 3D программах есть небольшой экскиз того, как все вместе будет выглядеть в итоге. Но у нас с вами такого экскиза нет. Поэтому мы будем экспериментировать с этими установками. Для начала увеличим уровень опции Metal. Забавно, я сказал увеличим. Вообще-то, я имел ввиду уменьшим. Примерно до 80%. Это придаст изображению жесткости. Теперь переходим к опции Diffuse и увеличим ее уровень. Таким образом, мы получили своего рода активный очаг освещения на заднем фоне. Затем повышаем интенсивность освещения. Для этого переходим к слою Point Light. Нажимаем клавишу T и увеличиваем показатель. Очень хорошо. Двигаемся дальше. Следующей нашей задачей является создание решетки, которую вы могли видеть на поверхности. Для этого удваиваем слой Fleur. Edit, Duplicate. И применяем к выбранному второму слою Effect, Generate, Grid. Вот мы и создали решетку. Изменим размер. Вместо таких вот маленьких ячеек с помощью White Slider мы установим чуть более крупные ячейки. В строке Border выставляем показатель 2. Затем показатель Transfer Mode этого слоя. Если мы нажмем клавишу F4, то сможем переключить функции на Overlay. Этот показатель не настолько интенсивен, и поэтому не будет выглядеть диковато. Давайте также уменьшим уровень Opacity для этого слоя. Также нажимаем T и уменьшаем Opacity до 50%. Отлично. Наверное, вы задаетесь вопросом, а как же насчет отражения, которое нам он обещал? Выбираем слой текст, переводим камеру в режим съемки спереди. И если мы приглядимся, то сможем увидеть, что текст неплотно прилегает к площадке. Нужно убедиться, что в этом все дело. С помощью клавиши Коррекция ошибок опускаем букву вниз. Примерно вот так. Возвращаемся в режим Active Camera. Я хочу обратить ваше внимание на кое-что, прежде чем мы перейдем к отражению. Если мы выберем слой текста и подвинем его вниз, то увидим, что текст утопает в геометрии площадки и обрезается. Необходимо это знать, прежде чем переходить к следующему шагу. Это основная функция программы After Effects, примененная к 3D. Теперь переходим к слой текст. Нажимаем на него с помощью Alt плюс двойной щелчок, и он откроется в новом окне. Вместо того, чтобы наблюдать в качестве заднего фона слой Transparency, мы можем отключить его и выбрать какой-нибудь фоновый цвет. Мы остановимся на сером цвете, чтобы лучше видеть происходящее изменение. Ну и теперь нам осталось только создать отражение. Я не хотел вам говорить об этом в самом начале урока, но у нас не будет настоящего отражения. Мы будем создавать нечто, что будет выглядеть как отражение. В этом и заключается уловка. Вот что мы будем для этого делать. Удваиваем этот слой, Edit, Duplicate, и опускаем его под только что созданный слой. Нажимаем клавишу S, и подключаем функцию Scale, и отключаем свойства этой функции, нажав вот эту кнопку. После этого выставляем показатель этой функции на минус 100, и надпись должна перевернуться вверх тормашками. Вот так. Теперь выбираем нижний слой Reflection, и нам нужно отсоединить его от основного слоя, чтобы получился как бы переход цветов от полностью темного с этой части к более мягкому тону, вот здесь. Для этого мы выбираем эффект Transition Linear Wipe. Выставляем показатель Wipe Angel на 0, и увеличим показатель Transition Completion примерно до 47%. Потом применим к краям текста функцию Feeder. После этого переходим к этому слою, нажимаем клавишу T, и уменьшаем Opacity до 50%. Теперь возвращаемся к композиции номер один, и смотрим на отражение. Так, и куда оно делось? А, я знаю куда. Оно находится под слоем изображения, так как мы помним, слои скрещиваются, обрезая изображение. В этом нет ничего страшного. Это всего лишь недочеты программы After Effects. Даже не совсем недочет, просто такой вот способ работы. Поэтому мы создаем новый регулирующий слой. Как некоторые из вас, возможно, знают, регулирующие слои нужны для того, чтобы добавлять эффекты к уже существующим слоям. Регулирующий слой может быть применен к любому выбранному вами элементу. Но в нашем с вами случае мы не будем применять к нему никаких эффектов. Мы будем использовать его, чтобы разделить 3D-слои, которые After Effects по умолчанию соединяет. Переименуем этот слой в Divider, разделитель. Выбираем этот слой, и помещаем его между слоями Text и Grid. И, как вы можете видеть вот тут, благодаря этому, созданная нами 3D-геометрия разделилась. Регулирующий слой не меняет месторасположение площадки или объектов, на ней расположенных. Он меняет только порядок, в которых они воспроизводятся. То есть, слой текст воспроизводится в перспективе обозрения, и два других слоя, решетка и площадка, тоже воспроизводятся раздельно. И вместо того, чтобы пересекаться друг с другом, они воспроизводятся друг над другом, как и положено слоям. Смотрите, что получилось. Если я отключу этот регулирующий слой, слои опять начинают пересекаться. Фактически, по каким-то невидимым причинам, регулирующий слой пересекает пересечение слоев, отображая их по отдельности. Это очень хорошее свойство, благодаря которому мы создали такую вот поверхность, создающая ощущение отражения. Эта функция сработала на нас. Давайте продолжим улучшать получившееся отражение. Вернемся к композиции текст и создадим новую основу. Будем создавать своего рода размытое отражение. Создадим основу. Неважно, какого цвета она будет, так как мы все равно установим переход цветов. Выбираем эффект Generate Ramp. И это послужит нам функцией Gradient. Теперь выбираем слой. Нажимаем клавишу T и уменьшаем уровень Опасити до 50%, чтобы иметь возможность видеть сквозь этот слой. Затем выбираем функцию Ramp и совмещаем ее с высотой и шириной отражаемого объекта. Если бы перед нами была картинка или видеозапись, то нам было бы нужно разместить ее таким образом, чтобы отражение было точно под картинкой, создавая второй образец основного слоя изображения. В нашем случае мы имеем дело с текстом, поэтому вместо того, чтобы размещать его ровно посередине, мы разместим его чуть ниже середины. Таким образом, темная часть текста также будет находиться чуть ниже середины, у самой верхней части отражения. Затем выбираем точку, Bottom Ramp Controller, и перемещаем ее вот сюда, сразу под отражение. И если вы при этом будете удерживать клавишу Shift, то отражение останется неподвижным, как бы вы не передвигали слой заднего фона, и будет параллелен тексту. Поднимаем эту точку еще чуть выше. Вот так. Теперь вернем уровень Опасити к 100%. Выбираем этот слой и переобразуем его в новую композицию. Это поможет установкам функции Blur распознать этот слой как поле применения этих установок. Давайте преобразуем этот слой. Для этого выбираем Layer, Precompose, Move L Attributes into the New Composition. Назовем этот слой Gradient Blur. и отключим его. Нам не нужно его видеть. Нам нужно только, чтобы он поспособствовал созданию функции Blur. Возвращаемся в это окно. Выбираем второй слой Reflection и применяем эффект Blur Compound Blur. Слой Blur будет использоваться как функция Gradient Blur. Эта функция проанализирует этот слой и создаст размытость таким образом, чтобы все участки белого цвета будут наиболее размытыми и все участки черного цвета не будут размытыми вовсе. То есть черные участки вот этого не будут размытыми, а будут просто переходить в отражение. Изменим показатель Maximum Blur на существенно меньший, к примеру, на 5. Теперь все вместе смотрится как классная отружающая поверхность. Вернемся к нашей композиции и посмотрим, как выглядит все вместе. Смотрится неплохо. Теперь нужно создать движение камеры. Для этого выбираем камеру, нажимаем клавишу P, чтобы подключить функцию Position, нажимаем на секундомер и устанавливаем ключевой кадр. Затем выбираем инструмент Orbit Tool, удерживая клавишу Shift и передвигаем вправо, чтобы камера двигалась влево. Все это смотрится неплохо. Мы можем продвинуться вперед на несколько секунд, удерживая клавишу Shift и медленно вернуть камеру назад, немного опустив ее, чтобы создавалось впечатление, что текст находится на возвышенности. Итак, мы создали движение для камеры. Теперь выбираем функцию Position, нажимаем клавишу F9, тем самым добавляя опцию Easy Easy для всех ключевых кадров. Если мы взглянем на график, то увидим, что перед нами гладкая панорамная съемка, похожая на съемку с помощью операторской тележки. Давайте посмотрим, что получилось. Нажмем на клавишу 0. Очень высокотехнологично. Давайте я покажу вам несколько полезных приемов, чтобы связать все вместе. Возвращаемся к слою текст и передадим ему выразительность. Естественно, мы не хотим менять и текст, и отражение каждый раз, когда нам нужен какой-то текст для какого-нибудь корпоративного видео или что-то в этом духе. Все эти видео всегда выглядят одинаково. То, что я вам покажу, поможет с этим справиться. С помощью функции Parent соединяем слой Reflection со слоем нынешнего текста. Таким образом, если мы будем перемещать слой текста, слой отражения будет перемещаться вместе с ним. И это очень полезное свойство. Если вы собираетесь двигать текст по экрану, добавлять к нему изображения и так далее. Еще один момент. Переходим в меню опции текста нижнего слоя Reflection и нажимаем Alt плюс щелчок по секундомеру функции Source Text. Затем переходим в верхний слой Reflection. Подключаем меню опции текста и соединяем опции Expansion Source Text с функцией Source Text первоначального слоя. После этого, на что бы вы не изменили имеющийся текст, его отражение будет меняться вместе с ним. К примеру, набираем Creative Cove нажимаем Enter и текст автоматически обновляется. Это очень удобно, так как после того, как сделаешь около сотни таких вот надписей, в итоге начинаешь делать их сравнительно быстро. Потом уже можно подвинуть эту надпись как угодно, влево или вправо. Убедитесь, что у вас нажата клавиша Shift, так как иначе, если мы сейчас поднимем эту надпись наверх, то она поднимется без отражения. Поэтому лучше передвигать слой влево и вправо. Возвращаемся к композиции. Она полностью готова. Это довольно удобный способ для того, чтобы научиться пользоваться этими эффектами и извлекать из них пользу. Как я говорил раньше, если у вас есть программа After Effects 7, то вы сможете скачать этот урок сложным файлом и добавить к имеющимся еще несколько композиций, каких-нибудь разных стилей и так далее. Можно создать нечто, напоминающее рекламные роли к мрачному фильму. Добавить разных задних фонов. Вот тут есть отличная золотая поверхность, или вот такая ржавая, или металлические хромирования. Все это можно скачать и установить себе в программу. Надеюсь, вам понравился этот урок. Меня зовут Эндрю Крэммер. И если вы хотите еще более качественных уроков, приобретайте наш DVD-диск Source Effect и Composition. На них записаны отличные уроки. Уверяю вас, за дополнительной информацией по дискам и продукции, обращайтесь на www.videocopilot.net Спасибо, что смотрели.